Елена Георгиевна, здравствуйте. Добрый день. Елена Георгиевна, слово переговоры в очередной раз ворвалось в информационную повестку, но когда речь идет, конечно же, о событиях на территории Украины, но с разных сторон и по-разному. В Киеве вдруг как-то, несмотря на то, что у них закон, который запрещает переговоры с Российской Федерацией, вдруг заявили о некой готовности к переговорам, о желании пригласить на некий второй саммит мира Россию. Мы знаем, чем закончился первый, ничем. В Москве, в свою очередь, говорят, что в общем-то тоже готовы и тоже не первый раз так говорят, но на определенных условиях. А именно, что речь не идет о том, чтобы участвовать в конференции, которые готовит Зеленский, потому как там Запад продавливает фактически ультиматум украинский, а о том, что нужно вести переговоры в целом о системе безопасности в Европе. И это, в общем-то, ключевое. А уже там, что на территории Украины, оно приложится. Ну и чтобы не было двойного толкования. И, как выразился Лавров, мы будем хотеть, чтобы были предохранители от такого двойного толкования. Ну вот, на ваш взгляд, ситуация созрела для реальных, вот не показушных переговоров, когда вот каждый пытается выглядеть миротворцем, а для настоящих переговоров, которые действительно каким-то образом позволят достичь некой мирной конфигурации на будущее. Ну, как вы правильно сказали, даже просроченный президент сподобился на призыв, причем ко всему миру. Он сказал, что весь мир должен оказать давление на Москву, чтобы убедить ее сесть за стол переговоров и рассмотреть возможность прекращения войны. При том, что буквально несколько недель назад российский президент, встречаясь с представителями Министерства иностранных дел России, и это транслировалось во всем мире, заявляла о мирных предложениях России. Конечно, все вот эти вот телодвижения вокруг переговорной тематики и активизация, прежде всего, Запада темы переговоров, с моей точки зрения, совсем не говорит о их миролюбии и о заботе о судьбах мира. С одной стороны, почему же с ним переговоров, да, все равно она присутствует в медийном пространстве, и, как бы сказали политологи в политическом дискурсе. Дело в том, что, с одной стороны, это отвлечение внимания от крайне сложной социально-политической и экономической ситуации в странах ЕС и в самих США, в мировой экономике в целом. Мы прекрасно знаем, какие кульбиты выписывает социально-экономическая ситуация в странах Запада, когда происходит фактически раскурочивание среднего класса, когда, ну, в такой, я бы даже сказала, социальный ад погружаются не только окраины американских городов, но и вполне себе, там, скажем, пристойные даже места. Это мы все наблюдаем. Поэтому, конечно, это отвлечение внимания, в том числе, людей, которые хотя бы слушают радио, читают газеты и так далее. С другой стороны, эти разговоры – стремление в очередной раз убедить руководство РФ в добрых намерениях. Сознательно ставлю это в кавычки. Для чего? Для того, чтобы самим перегруппироваться, выдохнуть, а потом опять обмануть, о чем неоднократно, опять же, говорил со своей последней политической практикой президент Путин. А что скажут западные партнеры? Ну, о том, мы не собирались ничего, так скажем, выполнять. Мы просто, вот так скажем, хотели в какой-то момент что-то подделать, что-то чем-то подстраховаться. Кстати, вот с моей точки зрения, прямым свидетельством тому, что переговоры нужны западным элитным группам для накопления сил, это вчерашние заявления Урсулы фон дер Ляйн. Им нужен маленький мир на бумаге, как фактор подготовки для большой войны. И, знаете, все это очень напоминает ситуацию накануне Второй мировой войны. Но вы сейчас имеете в виду, какое высказывание о том, что о ее планах сделать из ЕС военный союз? Совершенно верно. Совершенно верно. Вы только вдумайтесь в том, что заявляет одна из главных говорящих голов Европейского союза, превращение ЕС в военный союз. И по ее логике, конечно, это укрепление броноспособности. Вообще, да, очень играть легко словами. Одно дело военный союз, другое дело оборонный союз. Но мы-то понимаем, что в любом случае даже для оборонного союза нужно укреплять военную мощь того или иного объединения, в том числе, там, скажем, усиливать средства противовоздушной обороны, границы и так далее, и так далее, переформатировать армию и тому подобное. И, кстати, несколько лет назад, еще даже, по-моему, до коронавируса, мы с коллегами писали большую статью для научного журнала о изменении военной доктрины Европейского союза. И к нам так достаточно критически отнеслись коллеги в редакции, что, ну, вы, наверное, преувеличиваете. Но, тем не менее, цифры говорили о том, что нет, это не преувеличение, а это практика ближайших лет. И вот как показывает риторика Урсула Фонда-Лиэйна, это совершенно уже переходит в практическую плоскость. Таким образом, но обороноспособность, опять же, или там военная сфера ЕС против кого всегда? Естественно, против российской угрозы. И, более того, впервые за всю историю ЕС появится комиссар по обороне. Да, он будет называться комиссар по обороне, но мы понимаем, что он будет заниматься именно подготовкой Европейского союза к военным действиям. И, конечно, речь идет не только о конвенциональных способах ведения войны, в том числе о киберугрозах. Кстати, это глобальная проблема всего мира. И удивительно, что европейские чиновники так зацикливаются на военной составляющей киберугроз. Потому что, на самом деле, любая экономика эксизма, а это именно цифровые платформы, она способна парализовать весь мир. Так вот пример. Да, мы сегодня знаем, что многие рапорты, офисы, официальные министерства ряда стран по всему миру столкнулись с проблемами из-за вот этих вот работы платформ. И неизвестно, это случайно ли это проблема, или это проверка, как может тот или иной вирус работать в условиях, скажем, политической конкуренции. И если говорить в контексте мирных переговоров, то, опять же, в Европе раздаются голоса о том, что нужно поддерживать Украину столько, сколько потребуется. И показательно, что критике подверглась, ну просто даже не критике, а какому-то шельмованию поездка Виктора Орбана и в Москву, и в Киев, кстати, и в Китай, и более того, из публичных площадок, не только со страниц СМИ, но из публичных площадок европейских это раздается. И в конце концов доходит даже до личных угроз, что типа мы лишим председательства Венгрии в Совете Европы. Но это о какой мирной миссии Евросоюза можно говорить и вообще Запада в целом? Это, конечно, совершенно разные, так скажем, оценки. Но все вот эти вот размышлизмы, все эти планы руководства Евросоюза для нас не являются неожиданностью. Это фактически продолжение той политики, которая была намечена и которая стала реализовываться очень активно после 2014 года. Это все понятно. Но дело в том, что Фундерлен обещала все это дело сделать 29-му году. Как вы помните, многие аналитики предрекали, ну мы посмотрим, как будет, что серьезная, действительно масштабнейшая глобальная война может начаться где-то до 2030-му. Поэтому переговоры по Украине можно рассматривать как некое тактическое отступление, при том, что расширение, например, Европейского Союза за счет Украины, Молдавии и Грузии не снимается с повестки. Понятно, что и морковку эту вешают и говорят, а вы вот условия определенные все равно должны выполнить. Ваши достижения важны. Вот это удивительное слово в лексиконе европейских чиновников. А мы определим, какие у вас будут достижения, и, соответственно, тогда погладим вас по головке или не погладим. Ну это да, это все напоминает, честно говоря, какой-то плохой анекдот, но почему-то одни из участников этого анекдота очень свято верят в то, что им рассказывают, я не знаю, либо делают вид. Да, и показательно, что ведь фигуру фон дер Лейн, сейчас мы о ней закончим уже, поддержала целиком правоцентристская Европейская Народная Партия. Вообще, на самом деле, это и есть новые нацисты, которые видят будущее Европы совсем по-другому, не так, как, например, правые, условно говоря, Марин Липен. И таким образом формируется совершенно удивительный расклад. Кстати, Бобровский, журналист известный, очень хорошо об этом в свое время тоже писал. Так вот, а если мы посмотрим на такую вот партию войны, то, ну, например, президент Польши Анджей Дуда, по-моему, вчера в интервью «Виртуально Польска» он заявил, что победа России в СВО на Украине может привести к войне с НАТО. То есть потенциальная война России с Западом будет невероятно близка, если Россия победит в ходе СВО. Ну, переводим, что называется, на русский язык. Нужно сделать все, чтобы никакой победы России не было, а какие тогда могут быть переговоры. Хотя, опять же, возвращаясь к опыту Второй мировой войны, мы прекрасно понимаем, что переговорный процесс, правда, между союзниками, тоже длился очень сложно и долго, начиная от Тегерана через Ялту и под Сдам потом. И война длилась, но переговоры продолжались. Поэтому здесь, с одной стороны, такая агрессивная риторика не означает, что процесс не может быть запущен. Кстати, очень показательно, что Виктор Орбан опубликовал свой отчет по поездке. И мы знаем о том, что он там очень четко зафиксировал отношения, причем и Китай, Европейского Союза, США, Турции по вот этим вот направлениям. И, в частности, было ведь сказано, что Иорбан это четко зафиксировал. И он неоднократно об этом говорил. Просто сейчас еще раз, это как документ целиковый опубликован. Он говорил, что четыре главных игрока, помимо России, это Китай, Турция, США и Европейский Союз, могут повлиять на решение конфликта. Но для этого нужна политическая воля. Но если раздирается само западное сообщество между партией мира, условно его назовем, ну да, перемирие партии-перемирие, и партии войны, то мы должны признать, что, конечно, ястребы, они пока в силе. И они не собираются сдавать свои позиции, перестать быть хозяином горы. Но понятно, что Соединенные Штаты сейчас очень заняты своими предвыборными всякими кульбитами. Это которые приобретают совершенно уже даже не предполагаемые никем из аналитиков такие возможности. Но, тем не менее, они все равно держат руку на пульсе. Кстати, очень показательно, что человек, который как только не поносил экс-президента США, он запросил телефонный разговор с ним, с Трампом я имею в виду. То есть это тоже о чем-то говорит. То есть получается, что, возвращаясь к высказыванию Морбана, это очень четкое, прекрасное высказывание, которое он передал в своем отчете. ЕС до сих пор копировал про военную политику США на Украине. Но есть шанс на новую независимую политику. Да, мы можем сказать, конечно, Уорбан не думает о выгодах России. Он проводит свою национально ориентированную... И слава богу, Ирина Георгиевна. Пусть бы они все проводили свою национальную политику, и мы бы тогда понимали, что от них хотеть. Но вот эта вот новая независимая политика, в том числе Будапешт, даже не исключает возможности предоставления площадки у себя в стране для переговоров. Но вот эта мысль о шансе начать новую независимую главу в политике, способствовать сначала переговоров, мне кажется, она привела... Эта фраза привела в бешенство действующих вот этих вот королей горы в виде Урсулы и так далее. И, кстати, новые назначения на другие посты тоже показывают, что вот эти вот ястребы пока не одумались. Но понятное дело, что это говорящие головы. За ними, конечно, стоят фонды, стоят крупные корпорации, в том числе военные, которые заинтересованы в этом банкете. За чей счет банкет вот этот военный? Это, конечно, будут, опять же, забирать средства у среднего крупного бизнеса, раскурочивая средний класс, это все понятно. Но, мне кажется, большее бешенство их привело утверждение, что ЕС нужно восстановить дипломатические каналы с Россией при сохранении контактов с Украиной. Но вот на это они, наверное, совершенно не готовы сейчас. Но, тем не менее, эти слова, впущенные, опять же, в политический лексикон, они присутствуют. И, как мы знаем, существует несколько этапов от полного отрицания до принятия. Поэтому будем надеяться, что что-то будет поворачиваться в головах. Но, тем не менее, появилась ведь информация, не знаю, посмотрим, правда это или нет, что в конце текущего года Виктор Орбанович может еще раз посетить Москву. И, в конце концов, речь пойдет о мирной миссии, о руманно-политической, ну и, конечно, экономические вопросы тоже очень важны. Поэтому на полях вот этих вот переговорных дискурсов формируется новый расклад политический. И это очень о многом говорит. Поэтому, с одной стороны, не принимая это как, скажем, однозначную установку Запада, как передышку, нельзя не понимать, что в этих переговорных практиках, вот этих дискурсах можно зафиксировать формирование уже нового расклада сил. Ну, не знаю, это, конечно, вряд ли можно приводить в пример, как решение глобального конфликта. Но вы наверняка следили за ситуацией тоже. В начале июля в первых числах обострение было на белорусско-украинской границе. ВСУ подтянули, в общем, активизировались на наших рубежах, подтянули туда дополнительные части. Очень много летало тут дронов пытались залететь, наши что-то сбивали, что-то сажали. И, в общем-то, констатировали активизацию с той стороны, попытки спровоцировать. В ответ были подтянуты белорусские вооруженные силы, размещены полонезы, эскандеры. И дальше, как сказал потом уже по факту Александр Лукашенко, главнокомандующий вооруженными силами, действовали военные, но дипломатическим языком. И договорились, как он сказал. То есть есть там тоже адекватные люди. И, в общем-то, напряженно сняли, и те отвели свои войска, ну а следом уже и наши, собственно, тоже ушли в места постоянной дислокации. Вот пример маленький, но мне кажется, что вот с ними все-таки нужно показывать не только готовность к дипломатии, но и готовность к более серьезным действиям. Тогда это работает гораздо эффективнее. Конечно, сила разных измерений может быть. Она ведь может быть жесткой, она может быть мягкой, она может быть умной. И в умной силе как раз-таки происходит сложение, наложение, дополнение разных способов воздействия и доказательства своих интересов и как бы неудобных последствий для противника. Это очень важно. Кстати, говоря вот об этой ситуации, о том, как могут даже военные дипломатическим способом решать те или иные вопросы, или разведка, например, замечательный сериал, недавно вышел, не буду говорить полное его название, но скажу обтекаемо, по названию столицы одного из европейских государств, якобы действия происходят в 21-м году. Колоссальный политический скандал, провокации и так далее. И вот там очень хорошо показано, я даже своим студентам рекомендую этот сериал смотреть обязательно. Конечно, это некая бандиана современная, но это технологичный фильм. Как даже один человек, который приезжает представлять Российскую Федерацию в эту страну, за счет нетрадиционных способов коммуникации с явно противником может изменить ситуацию. А второе самое главное, вот то, что вы сказали, Юрий, что и на территории противника есть адекватные люди, и вот надо их найти, и с ними нужно работать. Вот это, кажется, очень важное замечание. Приписывают эту фразу мафиози Аль Капоне, что кольтом и добрым словом можно достичь гораздо большего, чем просто добрым словом. Поэтому вот это вот, наверное, один из примеров. Невозможно не говорить, наверное, ну, необходимо говорить о том, что произошло в Америке. Я имею в виду покушение на претендента, на постпрезидента Дональда Трампа. И вот в одной из своих статей вы упомянули, что применили так называемую технологию рефлексивного программирования. То есть, ну, конечно, вот когда уже стало понятно, кто стрелял, и столько там вот каких-то непонятностей, которые, ну, специалисты, которые понимают, в общем-то, как устроено снайперское дело, как вообще это все работает, вопросов туча. Что это за технология, и вот почему, на ваш взгляд, именно она была привинена? О случившемся в Пенсильвании Трамп впервые публично рассказал в последний день работы Национального съезда Республиканской партии. Кстати, на облетевших весь мир кадрах видно, что у Трампа не было никакой паники. И почему-то я сразу вспомнила Саакашвили, который с безумными совершенно глазами и криками прятался под счетами спецназовцев при малейшем каком-то хлопке. Трамп очень мужественно себя вел, и это заслуживает уважения, и, безусловно, это ему придаст дополнительные голоса. Но, кстати, информация о том, что Джо Байден заразился коронавирусом, тоже может быть таким сигналом к окончательному исходу, либо это политическая болезнь, может быть, чтобы подумать, как все-таки дальше себя вести. Но что же касается темы рефлексивного управления, то несколько слов об истоках. Конечно, этими процессами стали заниматься еще в ходе Второй мировой войны, а уже после американцы очень многих специалистов по когнитивным практикам, по работе с сознанием из Третьего рейха перетащили к себе. Но такой бум начинается в 60-е годы, и на факультете прикладной психологии Кембриджского университета было организовано проведение широкого спектра, в том числе практических работ. То есть опыты над людьми тоже проводились, и они совершенно этого, скажем, не стесняются. А вот в Советском Союзе, собственно, вот этими практиками, работами с сознанием, занимался Владимир Лефевр, и он и вел понятие рефлексивное управление. Но вот, к сожалению, в 74-м году он эмигрировал в Соединенные Штаты, где продолжил уже работать на врага. И эти практики, поэтому мы узнали по уже конкретным результатам, фактически, на наших согражданах. Ну что такое рефлексивное управление или программирование? Это влияние на принимаемый конкретным лицом или институтом или группой решения через некое подсказывание, навязывание ему или им таких исходных посылок, на основании которых он действует в интересах организатора всего этого процесса. Но он при этом думает, что он абсолютно самостоятельно действует, что это его собственные мысли, его собственные убеждения и его абсолютная свободная воля. Да, то есть это побуждение, очень тонкое, деликатное, хитрое побуждение, неявное принуждение субъекта на нужный результат или действие, которое важно организатору, повторяюсь, вот этого управления. Конечно, далеко не все люди подвергаются рефлексивному управлению, иначе было бы это очень просто. На самом деле, Лефевр выделял вот этот процесс подмены факторов влияния на достаточно слабых людей. А каких слабых? Ну, например, это личности эстероидного плана, имеющие какие-то проблемы, лузеры и так далее. И которым нужно сказать, что, ну да, это зло, против которого ты борешься. Сейчас это легко в социальных сетях сделать. Так сделай вот свой выбор. Ты молодец, ты прав. Личность играет огромную роль в истории. Ты можешь изменить ход этой истории только вот своим каким-то поступком, не говоря конкретно каким-то, а вот каким-то поступком. Я думаю, что ни в коем случае не должно звучать там «иди, убей». Нет. Нет, нет, нет. Он сам должен прийти к этому. Конечно, жизнь несправедлива, но мы что-то, каждый что-то из нас представляет в этой жизни. У каждого есть выбор, у каждого есть возможности и так далее. То есть вот эти вот побудительные мотивы, они формируют у пограничной личности, у слабой личности, да, у личности с какими-то даже психологическими заболеваниями желание уйти с периферии социального поля и по принципу «со мной» должны считаться. Я могу что-то сделать, я могу зафиксировать свою значимость. То есть вот это очень тонкая грань, которую улавливают люди, занимающиеся этим профессионально. Конечно, далеко не все, участвующие в политических повышениях. В этом конкретном случае вот так и произошло, по вашему мнению? Может быть, два подхода. Конечно, мы точной информации пока не обладаем, и, может быть, в ближайшие 30, а то и 50 лет не будем обладать, когда там рассекречиваются. Многие, вы знаете, материалы периода Второй мировой войны до сих пор не рассекречены. Уже 80 лет прошло. Вот, так что смотрите, что здесь косвенными свидетельствами являются? Для меня лично это то, что стрелка убили сразу. Мы знаем, как работают спецслужбы и какие существуют способы. Более того, есть специальные пули со снотворными, например. Ну, хорошо, ты стреляешь, но человек просто засыпает. Если со львом или медведем можно так справляться, почему нельзя так справляться с человеком? Зачем его устранили? Потому что что-то он мог сказать. А здесь, естественно, вспоминается богатая на убийство президентов история Соединенных Штатов, как мы знаем за всю историю, небольшую в этом самом перспективе. Четыре президента были убиты при разных обстоятельствах, но самые большие вопросы вызывали. А покушений-то было гораздо больше. Убийство Кеннеди, когда подозреваемого Освальда на второй день после вот этой трагедии устранили. Это называется, да, даже не убийство, это называется устранение участника непосредственного. И пока до конца неизвестно, верит ли данным, что выстрел был из этой снайперской винтовки, не был и так далее. Опять же приведу пример из своей сферы деятельности Балкан. В 2003 году в марте было покушение на Зорана Джинджича, премьер-министра Сербии, и был он убит. Но в результате, благодаря журналистским расследованиям, была доказана, книга издана на основе этих данных, что была так называемая третья пуля, которой были устранены снайперы, которые стреляли, и которые страховали реальных людей, которые убивали Зорана Джинджича. Так что, поэтому здесь, возможно, третья, четвертая, пятая пули, которая предназначалась для Трампа. С другой стороны, есть мнение о том, что, конечно, команда Трампа могла это спровоцировать, потому что всегда жертву больше любят, и вот такая рискованная ситуация, она способствует будет деградации отношения к лидеру отдела партии, повышению шансов на Трампа. Но риск очень велик. И согласитесь, попасть в ухо – это, конечно, мастерство высокого класса, это может быть случайность и так далее, но вряд ли стоило бы так рисковать. Трамп и так набирает гораздо больше голосов, особенно после дебатов, чтобы подставлять себя сознательно под эти такого вот рода действия. Поэтому я склоняюсь к тому, что это заинтересованность все-таки противоположной стороны в этом, и именно через участника рефлексивного управления можно это было сделать, потому что когда откровенно какой-то представитель спецслужбы этим занимался, вряд ли это возможно. А здесь очень удобная позиция. И поэтому-то и понадобился или коронавирус, скажем, про Байдена говорим, или какая-то пауза политическая, чтобы подвести итог и подумать, как дальше быть. Но вот еще очень важный момент. А когда мы говорим о будущем президенте Соединенных Штатов, не должно быть никаких иллюзий. Да-да, вот у меня прям сняли с языка. Не так давно, но вы помните, Путин, например, он так шутил, конечно, когда у него спросили, а кто он тут лучше, Трамп или Байден? И он так полушутя говорил, ну для нас выгоднее Байден. Но полули шутя, то ли не шутя. Ну мы знаем, что в каждой шутке есть только доля шутки. А вот на самом деле-то нам есть ли большая разница от того, кто займет кресло в овальном кабинете? Конечно, личность политики играет большую роль. Это еще благодаря работам Владимира Ильича Ленина мы знаем, и не только. Но опять же, зная мировую политику, и тем более то, как устроены Соединенные Штаты, мы прекрасно понимаем, что и Трамп коллективен. У меня в свое время была статья, даже когда он избрался президентом, так называлось «Коллективный Трамп», и в то же время «Коллективный Байден». Это связано не только с состоянием здоровья, как и коллективный Клинтон и так далее, потому что играет система. И очень хорошо по этому поводу в свое время сказал левый американский аналитик Майкл Паренти. Он назвал американского президента любого высшим торговым агентом американского государственного строя. То есть, вне зависимости от того, демократ или республиканец, либерал или консерватор, президент США всегда склонен рассматривать капиталистические интересы в качестве синонима благосостояния всей нации. То есть, капитал определяет политику любого президента. И если капиталистическому классу, будем использовать советскую терминологию, в Соединенных Штатах будет выгодна большая война, Трамп будет ее вести. Если будет выгодно этому капиталистическому классу некое перемирие и разграничение сфер влияния, будет принято это решение, будет проводиться эта политика. Не случайно, продолжая эту мысль, Трамп ведь на съезде национальной республиканской партии говорил снова о величии Америки, что последующие четыре года будут годами возвеличивания страны снова. А величие народа – это знак равенства, величие класса, капиталистического класса, класса, который определяет все. Поэтому мы должны понимать, кто бы ни был, речь будет идти об интересах господствующего класса штатов, которые контролируют и господствующие группы в Европе, в том числе, если об этом говорить. И, конечно, как личность мы должны прекрасно понимать, что Трамп – очень жесткий политик, очень тоже импульсивный, и он привык, как в бизнесе, быть львом, быть китом, который растал, слоном, который расталкивает и, в общем-то, и уничтожает своих противников. Поэтому это тоже четко надо понимать. И когда были в прошлые выборы трамповские у нас тут всякие банкеты по поводу его избрания, «Трамп наш президент» и так далее, это, конечно, тоже можно воспринимать долей шутки. Почему? Владимир Владимирович, он всегда любит троллить западные элиты, и поэтому иначе он, конечно, не мог сказать, отвечая на вопрос о том, какой президент выгоден. Ну, безусловно, вот я полностью согласен, когда вы говорите, что, в общем-то, президент – безусловно, это важная политическая фигура, но это такая красивая картинка по большому счету. Ну, по-разному, разные образы, тут и метафоры можно, конечно, придумать на этот счет. Не будем соревноваться. Но если говорить уже, допустим, о том, с чего мы начали, что просится, ну, рано или поздно. Вопрос только, сколько времени пройдет, сколько людей погибнет. Мы все равно должны будем прийти к какой-то некой конфигурации нового мира. И, ну, невозможно воевать всю жизнь. Это понятно, и история говорит нам об этом. И тогда разговаривать-то надо с кем-то. Вот мы говорим о европейских политиках и понимаем, что из тех, кто представляет реальные национальные интересы своих хотя бы государств, их там раз-два. А, остальные, это как с ними вести диалог, непонятно пока. Ну, а когда вот то, что вы говорите, что он Лев, там, и Кит, ну, так у нас тут тоже лидеры не лапчем щи хлебали, извините. А это безусловно. Поэтому тут еще мы посмотрим, кто там больше Лев. Беларусь объявила о безвизе, еще новом безвизе, ну, если уже так, для граждан европейских государств. Плюс 35 государств, граждане 35 государств могут въезжать теперь. То есть, ну, тут надо предысторию понимать. Для почти 80, там, 76, кажется, государств мира вообще граждане могли прилетать без визы в аэропорт. То есть, через, попадать в Беларусь по воздуху. Сейчас 35 государств Европы могут проезжать наземным транспортом, поездом, автомобилем. Достаточно иметь паспорт. И месяц он тут может находиться с туристическими, какими угодными целями. Плюс действует такой безвиз давным-давно уже для граждан Прибалтики. И это, тут не знаю, совпало или нет. А Прибалтика, тем временем, запрещает въезд автомобилей на белорусских номерах. Вот так вот. Да, что говорит белорусский МИД по этому поводу? В целях дальнейшей демонстрации открытости и миролюбия, это цитирую. Нашей страны приверженности принципам добрососедства, а также для упрощения межчеловеческих контактов и улучшения свободы передвижения. Это вот цитата прямо из сообщения Белорусского внешнеполитического ведомства. Мы, вот, я почему предысторию эту рассказал? Это не первый наш шаг. И за это время, пока вот существует безвиз, например, там, для тех же Прибалтов, ну, боюсь сейчас соврать, потому что каждый день же кто-то приезжает. И даже сегодня, не уверен, кто-то приехал. Хотя там препятствуют всячески, ну, отговаривают, не дают, ну, создают какие-то препоны. Но люди приезжают своими глазами, видят жизнь. И тут в магазине, их же тут организованно никто не возит. Они сами приезжают, могут общаться, могут видеть, как живут люди. Насколько важно вот даже в такое сложное время вот эта вот открытость? Вообще, что вы думаете по поводу такого шага? Вообще, когда я услышала новость о новом безвизе, я подумала, вот это да. Вот это стратегическое визе. Вот это асимметричный ответ. Асимметричный это точно. Да, это показывает миролюбивый характер Белоруссии. И более того, это показывает готовность к открытости диалогу действительно приезжать смотреть. И, кстати, мои коллеги, знакомые, которые хотят и активно ездят в Белоруссию, в последнее время отметили, что все за больший срок надо бронировать отели, потому что они заполнены. И сейчас активно развивается аренда апартаментов, особенно в Минске. Действительно, наплыв туристов имеет место быть. И это показывает среднему жителю европейских государств открытость, с одной стороны. С другой стороны, они очень многие крайне удивляются, видя вот Белую Русь во всей своей красе. Это чистота, как в аптеке, это фантастические возможности развлечений, еды потрясающей, отношения людей. Для многих европейцев это вообще открытие. Я знаю, в свое время приглашала своих балканских коллег на разные мероприятия в Белоруссию. Даже они, так скажем, позитивно настроенные к Белоруссии, они были очень удивлены и поражены. Они свое восхищение потом рассказывали всем и привозили уже новых и новых людей в республику. Поэтому здесь этот шаг очень важный. Но, конечно, без виза мы живем в неспокойное время, поэтому нужно быть очень внимательным ко всем гостям. Это не значит, что только добрые люди могут приезжать к нам в гости. Правильно? Поэтому контроль должен быть соответствующий. Те, кто думает, что вот это вот ворота просто заходи, кто хочет, что нет, не так. Ну, во-первых, паспортный контроль-то никто не отменял. Давайте так, без виза это просто снимается, ну, куча, по-простому скажу, геморроя для того, чтобы оформить документы, чтобы иметь возможность поехать в эту страну. Но пограничный контроль, он все равно есть. И вы все равно предъявляете там свой документ. И наши органы пограничной службы, ну, и какие надо органы, они, если надо, проверят и на причастность, и так далее, и так далее. Более того, иностранцы, которые попадают, пусть даже без визу, должны, обязаны зарегистрироваться. Даже если они там где-то в частном порядке, все равно тот, кто их принимает, он должен их регистрировать. То есть это не просто так. Ну, это, я говорю, в большей степени для российской аудитории сейчас, потому что у многих создается впечатление, что, ах, Беларусь сделала без виз, сейчас к ним наедет все мировое шпионство и через открытую границу приедет в Россию. Нет. Вот это не так. Да, это очень важно и хорошо, что мы это зафиксировали в публичном пространстве, потому что, конечно, службы должны работать. И они, уверяю вас, работают. Ну, то, как работают белорусские службы, я знаю. Не только, скажем, по пограничным делам. Это действительно очень серьезная организация. И со стороны Европы, наоборот, особенно при Балтийских лимитрофов, у меня какая-то, понимаете, патологическая агрессия ко всему, что связано с Россией и Беларусь. При том, что не случайно за этими странами прибалтийскими плотно закрепилось понятие «вымиранты», потому что количество населения сокращается, прежде всего, за счет того, что выезжает молодежь, прежде всего. Происходит деградация социально-экономической сферы. Огромное количество производств закрытых уже не будут никогда восстановлено. А на этом фоне, конечно, Беларусь выглядит совершенно по-другому. И получается, что, так скажем, нагадить, создать проблемы для, кстати, обычных граждан, это одна из политических технологий. Потому что недовольный гражданин, он будет высказывать претензию к своему руководству. Ах, вот вы так себя ведете с Европой, и мы, соответственно, теперь страдаем, не можем возить вещи какие-то, торговать и тому подобное. Да, просто ездить, ну, давайте так. Это долгосрочная такая технология, это тоже нужно понимать. Поэтому очень важно заниматься разъяснительной работой со своим населением. С другой стороны, искать действительно возможности дипломатического урегулирования вопросов. Может быть, чисто даже иногда бывают технологические вещи, связанные с переоформлением документов и так далее. Это тоже имеет место быть. Поэтому здесь должна быть вся государственная машина задействована на то, чтобы нормализовать все-таки отношения. И убеждать, а иногда, так скажем, как показывает практика, и создавать такие условия, при которых нельзя принять иного решения, то есть позитивного. Опять же вспоминаем Марио Пьоза, да? Для этого в этих вот государствах пограничных, ну, это я так сейчас можете считать это шуткой, но, опять же, в каждой шутке лишь доля шутки, должно быть вот по Виктору Орбану в Польше и в каждой стране Прибалтики. И не потому, что мы уже говорили о том, что Орбан, он там пророссийский или пробелорусский. Нет. Орбан про-венгерский. И слава тебе, Господи, хоть кто-то есть. Как Фиццу про-словацкий. Вот у них сейчас проблема с нефтью, там, Украина перекрыла такие нефтепроводы дружбы. Вот они сейчас не понимают, как нефть, которая там по контрактам и так далее должна к ним поступать, и чё. Ну, привет, привет в Киев, передайте, что называется. Если бы там ребята сидели у власти, которые действительно думают о своих народах, договаривались бы обо всём. А пока, вот вы упоминали президента Польши, он ведь говорил ещё и о том, что НАТО готовится к войне, это тоже его слова. И Польша увеличивает свой оборонный бюджет до 5% ВВП. До 5%. Это в два раза больше, чем в среднем по больнице, я имею в виду по всему Европейскому Союзу. Да, 2%. Это огромные расходы. И опять же, против кого? Плохо историю в школе учили. Ну, что касается поляков, это да. Несмотря на то, что у них институт памяти один из самых эффективных работает, но историю они плохо учили. Ну, хоть волынскую резню помнят, и то надо отдать им должное. Потому как всё время пытаются где-то вот так умолчать, умолчать, но поляки в этом отношении знают, что не забыли и думают, что не забудут. Июль. Для Беларуси вообще какой-то важный месяц. Ну, тут у нас столько всего, и День независимости. Но очень важное событие. Вот Яков Осевич Кедми, например, сравнил его с моментом, когда Беларусь участвовала в создании ООН. Ну, вместе там со всеми. Это вступление Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества. Уже полноправный член этой организации. Как вот на ваш взгляд... Ну, во-первых, нельзя не отметить, что это первое полностью чистое европейское государство, которое вступило в эту организацию. То есть лиха беда начала, я так понимаю. То есть как минимум пример мы показали. Возвращаясь опять же к началу разговора, что рано или поздно нам нужна конфигурация или какая-то схема или формула европейская. Как минимум европейская безопасность, а лучше мировой. Чтобы там уже глобальнее. Шанхайская организация сотрудничества и усиление, в том числе, и за счет Беларуси вступления. И очередь, я знаю, там стоит в эту организацию очень приличная. Как это все может влиять? И должно, на самом деле, влиять. Плюс опыт совместных интеграционных историй Беларуси и России, который тоже туда вливается, что называется. Ну, может, не весь, но частично. Насколько это усиливает ту самую партию мира? Особенно на фоне того, что ООН уже совсем не та, в становлении которой принимала участие Советская Беларусь. Конечно, это очень важное событие. Я бы даже сказала, что это новый уровень мирополитической субъектности Республики Беларусь. Потому что мир, как мы уже неоднократно говорили, действительно находится в стадии серьезнейшей трансформации. Создаются новые мегазоны, создаются новые возможности. Конечно, любое новое, оно рождается в страшных муках и страшных испытаниях, которые, в частности, и мы сейчас тоже переживаем. Но перспективность новых мегазон, она определяется участниками. И вы совершенно правильно сказали, что Беларусь является первым европейским государством, которое входит в евразийскую, такую крупную евразийскую структуру, которая имеет чисто восточное название Шанхайская Организация Сотрудничества. То есть происходит смычка европейского континента и, собственно, азиатского континента, естественно, через Россию, через других участников. Но, тем не менее, это формирование реально большого глобального проекта. И в этом смысле именно субъектность Беларуси повышается как именно европейского государства и как, конечно, союзника доброго партнера всех стран, которые участвуют в ШОСТ. Союзника России и доброго партнера всех стран, которые участвуют в ШОСТ. Так вот, новые возможности и новые перспективы это открывает. Конечно, далеко не сразу это все обозначается. Сколько лет уже строим, например, союзное государство, и далеко не все возможности и потенциал его использовали. Но любая новая площадка дает основу новой коммуникации. И это очень важно в условиях того, что особенно западный мир закрывается, и он деградирует. И начинается восхождение Востока. И совершенно, с моей точки зрения, логично и замечательно, что Беларусь вступила в эту организацию. Это мы должны понимать. Но, конечно, все равно любая организация имеет свои какие-то ограничения. Но ШОСТ чем отличается от западных структур? Те сугубо жестко наднациональные организации, которые изымают часть суверенитета у стран, которые в них включены. Ну, возьмем Европейский союз или тот же Североатлантический альянс. ШОСТ отличается от западных структур по принципу сохранения и усиления суверенитета. То есть присутствие в ШОСТ усиливает суверенитет Беларуси, а не его ослабляет. Вот это очень важное понимание. И, конечно, еще раз пользуюсь случаем, я действительно хотела бы поздравить всех беларусов, республику с такими замечательными датами и с Днем независимости, который исторически вплетен, встроен в сохранение своей суверенности, своей жизни на этой земле, имеется в виду, освобождение от немецко-фашистских захватчиков. Это вечная память и скорбь, которая дополняется радостью новых свержений и побед. И, конечно, с особым становлением института президентства, потому что именно сильная личность и сильный институт дали возможность сегодня нам говорить о той Беларуси, которую мы знаем. Потому что ситуация была бы совершенно иной при других обстоятельствах. И вот эти вот события, они действительно соплились в такое плотное кольцо, сплились и дают нам возможность на действительно рациональный оптимизм. Ну что ж, будем верить в лучшее, как я всегда говорю. Спасибо вам большое, Елена Георгиевна, во-первых, за эти теплые добрые слова. Я уверен, я знаю, что вы очень любите и Беларусь, и белорусов, и мы это чувствуем всегда и в наших эфирах, да и не только. Спасибо вам за этот разговор и за ваше мнение. Спасибо. До связи. Субтитры подогнал «Симон»!